С этим компьютером я уже снимал несколько видео. Это мой Celeron 300A Mendocino. Полностью это X-овая материнская плата. Довольно-таки интересный компьютер, хотя очень-очень стандартный для 1999 года. Чуть-чуть более старый процессор, но в остальном, в принципе, исторически точный компьютер. И сегодня я попробую поставить на него парочку исторически точных операционных систем. Либо одну, либо другую. Начну с Windows 2000. Бумажки закрывают серийные номера. Естественно, абсолютно лицензионные диски, как можно заметить. Если не получится с Windows 2000, то альтернативный вариант NT4.0. Посмотрим, что из этого получится. Прежде чем кто-то спросит, эта материнская плата умеет грузиться с компакт-дисков. Так что, сейчас будем надеяться, именно это и будет сделано. Комп этот, в теории, вполне возможно, уйдет в какой-то компьютерный музей. У меня на новом рабочем месте этот вопрос уже пару раз поднимался. Не очень серьезно, но есть вероятность создания чего-то вроде ретро-компьютерного клуба для привлечения внимания к остальным проектам, которые у меня на работе делаются. И мы пытаемся загрузиться с компакт-диска с Windows 2000 с установкой. Пока все успешно. Посмотрим, далеко ли это зайдет. Здесь довольно много по меркам Windows 2000 оперативной памяти. Две планки P64, то есть 128, плюс еще 32. То есть, такое довольно странное количество памяти. Память апгрейдилась в этом компьютере как минимум один раз. Есть предположение, что вторая планка P64 это более поздний апгрейд. Не особенно важно. Попробуем сейчас установить операционку. Ну и сейчас самая интересная, в кавычках, часть процесса. Форматирование жесткого диска. 15-ти гиговый диск. Материнская плата не поддерживает жесткие диски больше 32 гигов. Я знаю, что это лечится перепрошивкой биоса. Мне не очень хочется делать это на конкретной этой машине. Хочется ее сохранить в более-менее исторически точном виде. Пока у меня есть еще мелкого объема жесткие диски, я буду их ставить сюда. Когда они выйдут из строя, то тогда уже переключусь на SSD и, наверное, все-таки биос перепрощу. Первая установка. Вернее, первый запуск графического интерфейса при установке. Ну, в общем, это надолго. Поэтому пока жмем паузу. Жесткий диск в этой штуке довольно-таки медленный, но, по крайней мере, я не пытаюсь установить операционную систему что-то типа вот этого девайса. Интересный накопитель у меня нашелся. Установка практически завершена. Будет интересно, что из этого получилось. Сколько из девайсов, установленных внутри, эта машина сможет подхватить, вернее, эта операционка подхватит сразу, а на что мне придется искать драйвера. Подозреваю, что на видеокарту NVIDIA RIVA TNT 2 WANTA драйвера придется качать с интернета и, возможно, то же самое для сетевухи. Самое смешное, что я не помню, что за сетевая карта внутри этого компа. Какой-то поздний D-Link, явно добавленный позже. По-моему, если я ничего не путаю, взамен старого модема, который еще какое-то время торчал внутри и был выкинут гораздо позже. Да, кстати, вторая подобная машина на основе Celeron 300 МГц Covington. Тот был Mendocino. То есть это разные ревизии процессора, которые я собирал совсем недавно. Мне пришлось извлечь, потому что мне потребовался этот корпус для другого компьютера. Но я постараюсь его в ближайшее время снова поставить в другой корпус. Он уже едет. Будет довольно интересное видео. Ну что ж, как минимум, у нас есть победитель. Windows 2000 успешно, или как минимум частично, успешно установилась на этой машине. Судя по вырвиглазному разрешению из серии «Мне ничего не видно без бинокля», эта штука определила и сетевуху, и видеокарту. Замечательно. Звуковуха подхватилась тоже, но это неудивительно. Меня всегда радует, как каждый раз при установке Windows запускается знакомство с операционной системой. Видимо, программисты, которые программировали инсталлятор, решили, что операционка будет установлена один раз и больше никогда-никогда не будет перестанавливаться. Закройся. Закройся. Сколько еще подобного вылезет. И, как всегда, первое, что я делаю, это отключаю корзину. Ну что ж, можно считать это успехом. ИС 1024 на 768 и True Color стало лучше. Что еще можно сделать с этим компьютером? Разобрать нафиг, чтобы выяснить, что же все-таки здесь за сетевуха, потому что операционка ее все-таки не определила. И вылезти в интернет. Если точнее, то, конечно, все-таки выползти, потому что Celeron 300 МГц создан для современного интернета, как рыба для полета. тем не менее, лимитированный, очень лимитированный экспириенс сидения в интернете с этой штуки, с очень-очень старого порта Pale Moon под Windows 2000 вполне себе возможен, если у вас есть терпение ангела. Если вы соскучились по интернету времен Dial-Up, в Windows 2000 для вас. И я пробовал вставить Windows 2000 на что-то подобное, и, если честно, получил довольно отвратительный экспириенс. Ну, это минимальные требования, а вот и наш, в принципе, почти что наш компьютер. То есть, у нас 300 МГц процессор, больше 128 МБ оперативной памяти, 8-гиговый жесткий диск, нет, вру, 32, потому что материнская плата больше не понимает. Ну, и, в общем-то, вот такая вот довольно смешная машинка. Свежая установка винды, вот, вылез в интернет, пока не знаю, что с ней делать, возможно, она через какое-то время уйдет в какой-нибудь компьютерный музей. Ну, а пока большое спасибо за просмотр!